Здравствуйте, давайте потихонечку, наверное, к нам чуть попозже. Меня зовут Далия Киселева, я руководитель отдела клиентской поддержки компании GetIntent, и сегодня я и мой коллега Андрей Иванов расскажем вам о креативах программатик. Напишите, пожалуйста, еще раз, слышно ли меня хорошо, и не фонит ли, и так далее. Видно ли все, все ли в порядке. Все хорошо, спасибо большое. Тогда у нас построена презентация, наш рассказ, наш вебинар будет следующим образом. Мы с Андреем, скажем так, поделили немножко сферы влияния, он сейчас начнет, я подплачу, и будем друг другу слово, ключевые моменты передавать. На этом я отключаюсь, и сейчас Андрей у нас выйдет в эфир. Всем приветик, меня слышно? Слышно? Теперь не фонит. Сидим просто рядом, и с моего микрофона попадает внешний звук, и поэтому фонило. Но сейчас все в порядке. Итак, начнем мы, в принципе, с того, что поговорим про основных игроков программатик, основных игроков OpenRTB аукциона. Что так кажется. Сейчас ехал. Ну да и ладно. Итак, в аукционе OpenRTB, RTB, программатик, присутствует таких три ключевых игрока. Это SSP, или по-другому Supply Site Platform, или как ее по-другому называют, Sell Site Platform, те, кто поставляет трафик. Это DSP, или Demand Site Platform, те, кто трафик покупает. И DMP, или Data Management Platform, занимаются обработкой сегментов, поставляют данные, и все в таком духе. Мы в GetIntent являемся DSP, мы закупаем трафик, размещаем на этом трафике, соответственно, рекламу. И наш сегодняшний разговор будет непосредственно о самих тех вещах, которые мы размещаем, по-другому называются креативы, и, в принципе, с чем их можно есть, как их можно есть. Если кратенько, как все это устроено? Возможно, вы это знаете, если знаете, напишите плюсик в чат, если не знаете, то для вас это будет очень полезно, если знаете, то повторение, мать, учение, как я считаю. Пользователь заходит на сайт. Сайт принадлежит всегда кому-то, этот кто-то, как правило, называется паблишер. Паблишер подключен к SSP. SSP агрегирует в себе множество паблишеров, но также паблишер, в принципе, может работать и напрямую в обзоре. Прерывается? Ну, я мало здесь что могу сказать по поводу, прерывается или нет, так как я, к сожалению, себя не слышу. Но коллеги подсказывают, что все в принципе в порядке, возможно, что с интернетом. Да, суть по всему, проблема в вашем интернет-подключении. Так вот, пользователь заходит на сайт, и сайт собирает о нем некоторую информацию. Как правило, это как общая информация о том, что за браузер пользователь использует, его IP-адрес, там, различные какие-то настройки, включен JavaScript или не включен JavaScript, и так далее, и так далее, и так далее. И в том числе сайт собирает информацию о куках пользователя. Всю эту информацию он передает на сторону SSP, которая, SSP, выставляет данную информацию на аукцион. То есть, по факту, они, как бы, сообщают всем о том, что друзья, к нам тут зашел пользователь, судя по кукам, там, это мальчик, судя по его IP-адресу, там, он живет, не знаю, в каком-нибудь Владивостоке. И, в принципе, кто хочет купить, вот, показ рекламы данному гражданину. SSP это делают в несколько различных DSP, к которым она подключена, или которые подключены ей, с какой стороны смотреть. И DSP на своей стороне проверяют, есть ли какая-то рекламная компания, таргетинги которой соответствуют вот этому предложению. То есть, там, предложим, там, одна рекламная компания старгетирована на девочек, другая на мальчиков, третья на всех. Соответственно, поскольку данный пользователь считается парнем, то первая компания, ну, первой компанией он не интересен, он интересен оставшимся двум компаниям, которые старгетированы на мальчиков и на всех. Дальше, между этими компаниями проводится внутренний аукцион на стороне DSP, то есть, там, какая из них больше заслуживает выкупить этого пользователя. И после внутреннего этого аукциона на стороне DSP, результат этого аукциона вместе со ставкой и креативом отправляется на сторону SSP. Соответственно, SSP получает такие результаты от всех DSP, к которым она подключена и проводит уже между ними так называемый внешний аукцион, где она решает, какой DSP отдать право показать рекламу этому пользователю. Все, в принципе, понятно. Я надеюсь, что да, если не отпишите в комментариях. Да, вопрос, собственно, можно задавать по ходу, я буду стараться, мы будем стараться на них сразу отвечать, если это возможно, либо если мы об этом будем говорить в дальнейшем, то, соответственно, будем сообщать о том, что говорим в дальнейшем. Ну, так вот, какая-то из DSP выигрывает аукцион за право показать рекламу пользователю, и SSP берет тот креатив, который ей прислали вместе со ставкой. Ну, хороший вопрос, сейчас я договорю и отвечу на него. Берет этот креатив, который я прислал вместе со ставкой и засовывает его на сайт. Ну, отдает паблишеру, паблишера его помещает на сайт. Все это проходит там в десятой доле секунды, чтобы пользователь не ушел с сайта, пока там все решают, кто, куда и когда. В принципе, там, ну, загрузить что-то, там, провести эти аукционы. Почему сначала внутри, а затем внешний аукцион? Потому что DSP нет никакого смысла отдавать много различных компаний на внешний аукцион, если она может это все провести внутри. Ну, банально, не знаю, представьте себе какой-нибудь отдел, обычный офис, там, человек 10. И решается, там, ну, это какой-нибудь филиал, там, которых раскидано по всей стране много. И среди всего этого, всей этой корпорации, среди всех филиалов разыгрывается, там, одна путевка, не знаю, на какой-нибудь суперклассный тендер, куда-нибудь. В Майами, например. Все включено, там, и, в принципе, там, еще и сверху, и премию дают. Соответственно, в принципе, каждый филиал будет внутри себя решать, кто лучше всех среди этого филиала заслуживает права поехать на этот тендер в Майами. А потом компания среди всех своих филиалов, вот среди всех, там, выбранных сотрудников будет решать, кто из этих лучших, самый лучший, чтобы поехать вот на этот тендер. Собственно, здесь то же самое. Есть куча компаний, которые, каждая из которых хочет показать свою рекламу, внутри одной DSP. DSP поступает в предложение показать эту рекламу, и DSP решит, кто, собственно, из этих компаний наибольше, ну, более соответствует тем запросам, тому предложению, которое поступило на показ рекламы. И, соответственно, отправляет эту наиболее идеально подобранную компанию в SSP. SSP получает, там, штук 50, не знаю, 100, 10, одну такую компанию, которая, которые хотят показать рекламу этому пользователю, и уже решает, кто среди них будет самым лучшим, будет дороже всего заплатить на самом деле. И, соответственно, тот, кто хочет больше всего заплатить за право показать рекламу пользователю, тот и покажет эту рекламу. Ответил на вопрос. Ну, ладно, будем пока считать, что да. Вот. Во всей этой сфере присутствует такой негласный, не знаю, можно его назвать, наверное, сером карделан, DMP, который поставляет данные в DSP для того, чтобы DSP знали вообще, в принципе, куда они могут таргетироваться. То есть, сами по себе, вот эта вот рекламная история без каких-то аудиторных сегментов, по которым мы будем опознавать пользователей о том, что, типа, это парень, который интересуется машинами, там, не знаю, у него там свой бизнес какой-нибудь маленький и так далее. Или там эта девушка интересуется, там, котиками и вообще увлекается модой какой-нибудь. Без этого рекламу было бы показывать гораздо сложнее и, в принципе, раньше, когда были прямые размещения, когда просто отдавали картинку, которая помещалась на месяц на сайт, на определенное место, так все и жили. Но RTB это гораздо круче, гораздо технологичнее, поэтому существуют вот такие агрегаторы сегментов, которые собирают аудиторию, классифицируют ее в какой-либо сегмент, определяют и продают эти сегменты на сторону. В основном, конечно, DSP, потому что больше мало кто еще может ими пользоваться. Вот. И, собственно, что показывается пользователю? Креатив, о которых мы и будем сейчас говорить. Мы, в принципе, за что отвечают креатив, что креатив может, чем креатив может помочь, что зависит от креатива. От креатива, на самом деле, зависит очень многое. От креатива зависит брендинговый эффект, то есть это имидж компании, это какое-то повышение вовлеченности пользователей в какой-то бренд и так далее. Помимо непосредственно креативов во всем этом аукционе, во всем перформансе, в принципе, в размещении рекламы важны также такие вещи, как данные, о чем я уже раньше говорил, и важен, в принципе, искусственный интеллект, который сейчас идет семимильными шагами в светлое будущее, и помогает лучше искать пользователей, которые интересуются чем бы то ни было, и помогает лучше анализировать данные, которые получены были в ходе рекламных кампаний, соответственно, чтобы можно было сделать еще более качественную рекламную кампанию. Креатив – это один из трех китов, на котором держится, в принципе, реклама в интернете. Теперь поговорим немножечко о классификации креативов. Мы на своей стороне решили не делать какую-то общую классификацию, потому что это реально будет очень много пунктов, поэтому мы разбили эти классификации на три группы. Это виды креативов, это тип хостинга, каким именно образом мы размещаем креатив, и это тип инвентаря, или где мы размещаем креатив. То есть, собственно, что размещаем, как мы размещаем и где мы размещаем. Сейчас поговорим о каждой группе типов по очереди. Итак, виды креативов. Виды креативов мы поделили на несколько пунктов, самый первый и самый основной из которых – это так называемые классические креативы. Они могут быть представлены двумя версиями, двумя вещами, я не знаю, как сказать, двумя пунктами. Это изображение, какое бы то ни было, это может быть статичная картинка в формате BNG или JPEG, или же это может быть гифка динамическая, которая, не знаю, переливается, как кадр сменяется, и все хорошо. И, помимо изображений, это может быть HTML5 креатив, который представляет собой HTML файл, плюс навешаны на него всякие JavaScript библиотеки, плюс еще стили в CSS, все это упаковано и отдано. В чем плюсы и минусы каждого из этих форматов классического креатива? Вот так. Плюс изображения в том, что его очень просто изготовить. По факту на заре своей карьеры я как-то раз рисовал статичный креатив в пейте, чтобы вы понимали. То есть реально может, в принципе, любой человек, который освоил, не знаю, какой-либо графический редактор, может уже нарисовать себе штук 10 креативов различного формата и идти их размещать, крутить рекламу. То есть это все очень просто. Они универсальны. В принципе, единственное ограничение по изображению – это его размер. Он должен быть маленьким, там 100-150 килобайт максимум, чтобы все это быстро загружалось, чтобы не было никаких задержек. То есть нарисовали один креатив, и вы можете его отправить во все системы, которые размещают рекламу, и они будут везде приняты. И вы по факту сразу сможете запуститься. Но проблема в изображении в том, что либо там просто отсутствует анимация, что не всегда цепляет, либо она достаточно примитивна. То есть там просто картинка, которая сменяется резко, без каких-то красивых переходов, без каких-то там анимаций, миганий и так далее. Что, ну, это, как говорится, такая ложка дегтя, но которая не позволяет лучше захватить внимание пользователя. Что тоже важно. В случае со HTML5 все несколько по-другому. Они, из их минусов, они сложнее в производстве, в изготовлении. То есть для этого нужны специальные программы, нужно знать HTML-верстку, нужно знать JavaScript и CSS-стиле, знать, как это все между собой скомпоновать и все это собрать. Также из минусов требуется адаптация под технические требования каждой платформы. То есть вы не можете сформировать один креатив этот и расслать его всем. Где-то требуются там какие-то определенные дополнительные прописанные теги, где-то требуется что-то другое, где-то требуется, чтобы анимация была не вечная, а там всего 30 секунд, а дальше статичная картинка шла. То есть вам придется переделать такой креатив под каждую платформу отдельно. Ну, либо же пользоваться специальными системами, но о них после. Но зато из плюсов в HTML5 это реально красивая анимация. И с HTML5 можно сделать очень многое, практически все можно сделать в таком креативе. Так что он будет реально цеплять пользователя и будет, ну, как правило, на них выше даже кликабельность, выше какая-то узнаваемость и так далее. То есть это замечательный формат, который сейчас все активно используют. Дальше. Помимо непосредственно баннеров существуют видеокреативы. Ну, все помнят рекламу на телевидении, по факту это является видеорекламой. Тоже прямо то же самое в интернете, только не в какие-то специальные влоги, а перед видеороликом или просто внутри сайта. В случае с видеокреативными и с плюсом, конечно, это еще более высокая вовлеченность пользователя. То есть если видеоролик сделан качественно, его всегда приятно посмотреть, его будут досматривать люди до конца, будут интересоваться этим дальше, и правильно вот сформированный и запущенный рекламный ролик позволит вам выбраться просто на новый уровень обожания вашей целевой аудитории. Также в случае с видеокреативами гораздо больше присутствует метрик, по которому вы можете оценить эффективность рекламной кампании. То есть если в случае с обычными баннерами креативными, там, этих метрик не так много, там, ну, на вскидку сейчас штук 5 их смогу назвать, то в случае с видео эта цифра возрастает, там, до 15, до 20 различных метрик, ну, различных метрик. Соответственно, вы можете более точно оценить эффективность той или иной рекламной кампании, сравнив все эти метрики между собой. И таким образом понять, как вам дальше, что вам дальше нужно делать с вашими рекламными кампаниями, чтобы клиенты вас любили еще больше. Из минусов видеокреатива. Они очень затратны на производство. То есть если у вас нету, там, видеоролика, который вы уже крутите на телевидении, и который вы можете просто взять, там, сконвертировать и запустить вверх, то вам его нужно производить. И, как правило, это очень долго и дорого. То есть все это снять, там, набрать актеров или, там, набрать хорошего дизайнера, который сделает красивую анимацию, и потом все это смонтировать, сконвертировать. Ну, все это долго, дорого и эффективно, на самом деле. И стоимость рекламы видеокреативов значительно выше по сравнению с классическими креативами, на самом деле. Поэтому, там, купить вы сможете меньше показов, но они, скорее всего, будут гораздо качественнее. Но, опять же, там, с каким-то маленьким бюджетом, типа, там, 5000 рублей, видеокреатив запускать просто бессмысленно, потому что вы никакого эффекта не получите. Вам нужно на это выделять достаточно большую сумму денег. Дальше, еще один вид креативов — это текстово-графические креативы. Ну, это как всякое, так называемое... Ну, об этом потом, на самом деле. Текстово-графические креативы. Фокус их в чем? В том, что есть картинки, и к ним отдельно прилагается текст. Они тоже крайне простые в изготовлении. В принципе, они даже проще в изготовлении, чем классические креативы вида картинки. Потому что вы можете взять буквально свой логотип компании какой-то, который у вас уже есть, какую-нибудь красивую фотку продукта, написать там три строчки текста, и у вас готов креатив. И с ним запускаться еще проще, то есть вам даже дополнительно ничего доделывать не надо. Если на классическом креативе вам нужно всю эту информацию дополнительно помещать на сам креатив, то здесь вы все это пишите в тексте, и все пользователи это могут также прочитать. Также второй плюс текстово-графических креативов — он адаптируется под дизайн сайта. Не всегда все это зависит от самого сайта, позволяет ли он адаптироваться или нет. Но, как правило, в 90% случаев он садаптируется под контент сайта. И иногда пользователь может даже не заметить, что он только что прочитал какое-то рекламное размещение, а он будет думать, что ну да, в контенте сайта вот такое тоже бывает. Кто-то разместил там, поделился, например, историей какой-то о том, что наше средство для мытья посуды — самое лучшее средство, потому что оно отмыло вот этот гигантский чан с жирными разводами какими-нибудь. Ну не знаю. Главное, что пользователь не поймет, что ему была показана реклама, если он не заметит тег рекламы. И, скорее всего, лояльность к бренду будет гораздо выше. Собственно, это также и третий пункт. Он меньше раздражает пользователя, потому что, в принципе, баннеры или видео, которые выскакивают в самый ненужный момент, бывают достаточно раздражительными. А адаптированный под дизайн сайта рекламный пост выглядит как обычный пост на этом сайте. Но из минусов текстово-графических креативов как раз-таки также является и текст. Он требует грамотного и продуманного копирайка. То есть вы не можете просто написать «покупайте наших слонов» и ждать, что люди будут покупать ваших слонов. Вам нужно в тексте красиво и грамотно объяснить, почему ваши слоны – это самые лучшие слоны, почему Россия – это родина слонов, и почему российские слоны – они самые лучшие, в принципе, из всех. И что надо покупать их именно у вас. Соответственно, если там что-то будет не так, или, не дай бог, вдруг какие-нибудь опечатки или ошибки будут, то пользователю, конечно, станут скорее негативные воспоминания о данном рекламном размещении, чем позитивные. Теперь, когда мы закончили о видах креативов, то есть вот их бывают три вида, мы поговорим о типах хостинга этих креативов. То есть, в принципе, любой подобный креатив можно разместить любым из представленных сейчас типов. А именно, это будут прямое размещение, когда у вас там есть картинка сама по себе, там или видеоролик, и вы просто приходите в платформу, загружаете его внутрь платформы и размещаете рекламу. Самый, опять же, простой, основной, такой базовый вид хостинга креатива, когда вам не нужно, ну, прикладывать никаких усилий. Вот у вас есть креатив, вы пришли, его загрузили, разместили, пошли откручивать компанию. Все просто. Сторонний вид хостинга. Для этого вам нужна сторонняя система, другой от сервера. Например, вы, там, крупное агентство, вы привыкли работать только с одной платформой. Но тут вам понадобилось начать работать с другой платформой, но вы, например, ей недостаточно доверяете пока что. Поэтому вы идете к третьим лицам, так называемым, ну, как же это называется-то, в общем, к тем, кто будет также следить за этим размещением. Загружаете креатив в их систему, от них вы получаете код специальный, который вы загружаете в платформу, в которой вы будете размещать рекламу. Соответственно, помимо тех, той статистики, которую вам предоставит платформа, у вас будет та статистика, которую вам предоставили третьи лица. И вы... Трекинговая система. Да, подсказывают мне, товарищи, трекинговая система, это называется, все вылетело из головы. В общем, у вас будет статистика из платформы, у вас будет статистика из трекинговой системы. Вы можете сравнить эту статистику, понять, в принципе, вообще как там, хорошо что-то идет, нехорошо, есть ли расхождение, может быть, платформа вам насчитала, не знаю, миллион показов на трекинговую систему, сказала, что их было всего, там, сто тысяч. Ну, соответственно, это как-то не очень хорошо. Или наоборот, платформа сказала, было сто тысяч, а трекинговая система сказала, миллион. Опять же, тоже возникают вопросы. Как бы из плюсов у вас есть всегда, ну, это то, что называется, да, двойной контроль, то есть в любом случае, там, например, вы можете, не предоставляя доступ к непосредственно платформе, в которой вы размещаете рекламу, вы можете предоставить клиенту статистику, которую он будет видеть в реальном времени, зайдя в трекинговую систему. Это удобно, это полезно, но это стоит дополнительных денег, естественно, потому что в трекинговой системе бесплатно так же работать не будет. И суммарно это может выйти, там, до двух, иногда, там, до двух с половиной раз дороже, чем если вы будете размещать креативы на прибор. Но здесь, опять же, смотря, чего вы хотите. Если вы хотите дешево и быстро, то прямой хостинг – это ваш вариант. Если вы хотите дорого, но замечательно, то, скорее всего, сторонний хостинг – это тоже ваш вариант. И третий вид – это так называемый динамический хостинг. В чем его фокус? В том, что вы, по факту, не размещаете готовые креативы в какой-либо платформе, там, сторонней или напрямую. Вы размещаете некие условия, по которым будут формироваться креативы динамически. Но самый распространенный пример для данного типа хостинга – это так называемый динамический ретаргетинг. Когда пользователь зашел на ваш сайт интернет-магазина, походил там, повыбирал, не знаю, толстовочки какие-нибудь, а потом ушел, ничего не купил. И вы начинаете показывать ему рекламу с теми продуктами, которые он просмотрел. И там, не знаю, с надписью типа «Скидка 50%», стоило оно 2000, сейчас вы можете купить за 1000 по промо-коду какому-нибудь или что-то вроде этого. Вместо того, чтобы формировать миллиард этих креативов, каждый отдельно под запросы пользователя, для мальчиков одни, для девочек другие, по каждому из продуктов, которые вы продаете, вы создаете специальный кон, который будет динамически собирать этот креатив на основе того, что пользователь раньше видел. И это возможно, в принципе, как с стандартными креативами, так и с текстографическими, так и с видео. Да, это круто, это классная вещь, но она очень ситуативна. То есть вы не можете динамический хостинг применять для всего, что только можно. Он решает конкретную задачу, но мы выделили его отдельно, потому что это отдельный вид размещения креатива. Так, есть ли какие-то вопросы пока что по этим двум категориям типирования, которые я вам рассказал сейчас? Для каких товаров или услуг применим? Для товаров, скорее не для товаров, а когда есть какой-то большой выбор. В принципе, я помогал размещать рекламу, например, даже по недвижимости. То есть там в качестве вот этих вот динамически собираемых креативов были квартиры. То есть прям планы квартир с надписью там типа скидка там 1 миллион рублей, если вы там перейдете сейчас и там позвоните нам. Вот. И... О, да тут еще вопрос. Прошу прощения. Отвечу на него тоже, скорее всего. Ну, точнее, я на него точно отвечу, просто я посмотрю, вот, для каких товаров там он может быть применим? Для какого-то широкого круга товаров. Если вы продаете там всего один вид чего-то, то зачем вам использовать этот динамический креатив? Но если вы продаете много, какое-то гигантское количество чего-то маленького, там, не знаю, фенечки, там, мобильный телефон, у вас там куча мобильных телефонов вы можете продать, и, соответственно, под каждый из них рисовать отдельный баннер – это реально затратно. Вот для таких вещей можно динамически сделать креатив. Также в конце, ближе к концу, мы расскажем о другом предложении. Ну, да, вы можете там сообщить о том, что вот данный товар предоставляется скидкой, там, вы его просматривали там месяц назад, он стоил там две тысячи рублей, а сейчас он стоит полторы, успейте урвать, там, осталось всего два дня до конца скидки. Это все возможно. Если вы применяете, там, производите какие-то широкий спектр услуг различных, вы также, в принципе, можете использовать динамический хостинг креатива. И, опять же, в конце нашего вебинара мы, а точнее, моя коллега Далия Киселева расскажет более подробно и о прочих применениях вот именно динамического хостинга. Да, это называется «Подставить другом». Ладно, и вопрос из категории «Вопросы». Так, если плюс текстографический креатив в адаптации под сайт, то использовать данный тип креатива в целом в системе практически невозможно. Либо надо грузить кучу вариантов креатива, адаптированных под каждый из сайтов. Нет, здесь все работает на стороне самого сайта. Мы, например, как DSP, передаем информацию о том, что есть поле 1, там размещается иконка, есть там поле 2, здесь размещается заголовок, есть поле 3, здесь размещается иной текст, есть поле 4, там здесь размещается большая картинка красивая. Вот 4 поля передаем, а сайт уже сам решает, какие стили навесить на заголовок, сделать его полужирным, 20-м, 40-м кеглин, как его разместить у себя, что делать с основным текстом, скрыть его или показать полностью, с какой стороны его поместить относительно большой картинки и так далее. То есть все эти вещи, адаптация происходит не на нашей стороне, вот если мы сейчас будем смотреть вот этот вот слайд, адаптация будет происходить не на стороне DSP или SSP, а на стороне паблишера. То есть мы просто передаем информацию о заголовке, там, тексте, информации о скидке или еще о чем-нибудь, там, картинки все, которые вы захотели загрузить. SSP передает это дальше паблишеру, а паблишер уже из полученных блоков собирает свой собственный текстово-графический креатив, ну, как лего получается. Вот как-то так. Ну и, соответственно, дальше у нас после хостинга креативов идет такая вещь, как тип инвентаря. И об этом... А, сейчас, секунду. Ну, как, непосредственно... Сейчас я наоборот отвечаю. Непосредственно на сам дизайн вы не очень влияете. То есть вы задаете какой-то смысл в виде текста, вы передаете картинку, которая может быть в вашем дизайне, но сам дизайн будет уже на стороне конечного клиента, на стороне сайта, вот прямо на сайте. Да, вы задаете задержание и все, а сайт сам будет там решать, как его показать. Вот так вот. Так работают текстово-графические креативы. Ну и, в принципе, тогда я передаю слово... Нужен перерыв 5 минут? Нет. Нет, сказал Игорь, не нужен. Так что... Да, естественно. Так что я передаю слово Киселева-Дельфиле. Коллеги, здравствуйте еще раз. Продолжу с того места, где у нас Андрей прервался. Это, скажем так, вы сейчас поймете, да, некоторое там сходство с предыдущей какой-то типизацией. Но сейчас мы рассмотрим это именно с точки зрения того инвентаря, который мы видим от паблишеров, от SSP, где можно размещать все эти виды, типы креативов, о которых только что рассказал Андрей нам. Ну, собственно говоря, такая коротенькая схемка, да, то есть здесь понятно, что мы такие типы креативов принимаем в виде там... Ну, не только мы, как DSP, а там, в основном, в общем-то, все прочие DSP умеют делать примерно то же самое. То есть баннерные креативы — это и графика HTML5, динамический и third-party, да, то есть тут скомпонованы немножко иначе, чем у нас было до этого типизация. Видеокреативы как прямые, так и хостящиеся где-то в сторонних трекинговых системах. И нативные креативы — это то, о чем сейчас как раз говорил Андрей, который подстраивается как контент сайта. То есть иначе говоря, не просто текстово-графические креативы, да, а именно нативные они потому так и называются, что, по идее, они должны быть фактически незаметные у паблишера и для пользователя, ну, проходить как часть контента сайта. Именно поэтому у нас... Мы не просто не делаем дизайн, да, там, или вы, когда там работаете на софт-сервисе, там, или будете работать, там, в DSP, например, платформе, вы ни в коем случае, наоборот, не должны делать дизайн для текстово-графических креативов, а должны предоставить вот эти сырые данные, да, вот просто картинку с текстом для того, чтобы паблишер мог собрать на своей стороне таким образом, чтобы пользователь, ну, не то, что ничего не заметил, да, но, скажем так, более лояльно к этому относился, к большим доверием. И, собственно, дальше про источники инвентаря. У них существует три вида, да, ну, основные, скажем так, три вида. Вот. Первый вид — это дисплейный инвентарь, то есть это инвентарь, где можно размещать баннеры. Здесь мы вот представили такую структуру, да, с данными, это данные нашей платформы именно, да, они разнятся от одной платформы к другой, вот, и разница, по сути, в покрытии, скажем так, у каких-то DSP в подключении партнеров-подрядчиков, там, может быть, 20 SSP, у кого-то, там, не знаю, 30, 50 и так далее, да, плюс еще какие-то прямые подключения баблишеров, ну, напрямую, скажем так. Так, ну, могу сказать, что в нашей платформе в данный момент порядка сотни SSP, вот, и из них часть работает там только на российском рынке, часть работает на, там, мировом рынке, только в США, так как платформы у нас международные, да, у нас два офиса, один в Москве, один в Нью-Йорке, вот. Вот, но в целом, если брать комплексно, то это, вот, вот, целиком. Здесь мы вывели топ, наверное, самый топ, SSP. Да, я вижу вопрос, Google это, ну, не скажу, что GDN, это ADX скорее, то есть, да, это часть инфраструктуры Google, а ADX как биржа трафика. Ну, GDN как бы входит, да, Google Display Network, в нее, конечно, тоже входит. Вот, и из российских SSP, например, здесь что я могу сказать, они, конечно, пока не такие крупные, как, там, мировые, но вот Between, да, сейчас я даже возьму стрелочку, указку, вот Between Digital, это российская SSP. Евгения, честно говоря, не очень поняла вопрос, что такое трафик неуникальных пользователей, вы о чем? А здесь, нет, здесь цифры, это в impression, да, то есть в показах, доступных показах, сколько мы можем, сколько запросов от SSP на показ к нам приходит. Вот смотрите, тут цифры, они, ну, по сути, достаточно обширные, да, мы представим себе, там, 57 миллиардов, там, 117, я не знаю, вот эти бешеные миллиарды, конечно, это не уники, у нас столько людей, пока еще, к счастью, не живет на планете. Таким образом складывается предложение, вот это, откуда берутся такие цифры? Вот, предположим, на сайте есть, там, 5 баннерных мест. На каждом из этих баннерных мест стоит код от какой-нибудь SSP, и каждый из этих 5 баннерных мест имеет, собственно, возможность участвовать в аукционе. И получается, что мы получим, там, единомоментно, например, 5 запросов с этого сайта, да, от 5 баннерных мест. Поэтому получаются такие большие цифры. Для чего нужно, ну, например, это нам, да, для чего мы все время стараемся расширять линейку доступных форматов баннеров, да, то есть чтобы их можно, чтобы их было как можно больше, да, то есть не просто там 728,90 и 240,000,400. Какие-то уже могут быть, там, выкуплены по аукциону, да, то есть мы по цене и не проходим. Это у нас данные в целом по нашему трафику по всему миру за месяц, да. Видите, вот тут вот написано с июня 2018. Самые свеженькие. Хотя, подождите, просто мы вместе с нашим бренд-менеджером делали эту презентацию недавно. Да, это Россия, прошу прощения, то есть это российский, все Россия. Просто попыталась помнить, выгружали статистику и ту, и ту, и мировую, и российскую, и это Россия, да. Вот, и также, видите, деление есть на здесь, ну, то есть каждая SSP поставляет и, ну, обычный веб-трафик, неважно, с десктопа или с мобилки, вот, и инап-трафик мы выделяем отдельно, ну, потому что там немножко другая система. Да, неплохо, спасибо большое. Вот, ну, я же говорю, цифры огромные. Мы не выкупаем это все, мне кажется, емкости рекламного рынка пока в России не хватает на то, чтобы это все выкупить. Ну, вот, нет столько денег у клиентов, хотя хотелось бы, ну, вот. Яндекс у нас сейчас в подключении, мы как раз боевой трафик тестируем, вот, буквально договор мы заключили с начала июня, идут боевые тесты, так что недельки, наверное, через две очень рассчитываем, что тоже появится Яндекс. По, пока что по видео и дисплею, то есть, ну, вот, по таким форматам. Вот, так, еще в данном случае какие-то вопросы есть? Ну, видите, да, еще. По Яндексу, честно, пока даже не могу сказать. Ну, я поняла, да, Евгения, спасибо за вопросы. Вот, не могу, в принципе, пока сказать. Понятно, что там не будет, там, морды Яндекса и так далее, да, то есть, там, пул партнерских сайтов, потому что посторонние DSP, они, там, премиальный инвентарь свои не отдают. Но это тоже будет очень-очень хороший трафик. И если хотите, в конце будет почта наша, да, вы сможете написать письмо, там, недельки через две, и мы сможем уже оценить примерно объем трафика, там, не знаю, пул сайтов, можем предметно поговорить уже после этого. Пересекается ли трафик между SSP? Безусловно, пересекается. Но это такая история, она немножко нам неподконтрольная, что ли. Вот, то есть, одним из критериев для нас сейчас, да, при подключении нового партнера, нового SSP, является как раз наличие каких-то эксклюзивных, там, площадок или эксклюзивных форматов на, там, площадках, которые уже где-то участвуют в аукционе. Но, к сожалению, все равно, там, не знаю, хорошие, премиальные, белые, такие площадки, площадки первого, второго эшелона, их ограниченное количество. Как идет размещение, чтобы не было дублирования? Ну, смотрите, мы выигрываем, по сути, один показ, да, ну, в смысле, один аукцион для, там, данной ставки. Да, сейчас будут последовательно отвечать на вопросы, вот. И нам, в целом, в общем-то, все равно, в какую SSP его отдать. Выиграет, ну, выиграет только, там, одна ставка, да, и один показ. То есть, он может уйти, например, и в Google, и в Bitwin, если этот сайт представлен в аукционе, и в Google, и в Bitwin. Но нам, условно, ну, то есть, нам, условно, проще искать, ну, не проще, выгоднее искать трафик, который дешевле, да. То есть, с одной стороны, предложить такую ставку, которая потенциально выиграет аукцион, да, то есть, конкурентную ставку. С одной стороны, с другой стороны, понятно, что мы хотим и сами для своих клиентов, наши селс-сервис-клиенты, снижать CPM, снижать, там, цену итогового размещения. Вот, поэтому выгоднее закупать там, где дешевле. Ну, вот, да, Андрей тут комментирует. Google покрывает, действительно, достаточно много. Ну, в целом, понятно, Google – это Google, безусловно. Но, опять же, скажем так, не Google единым. Например, смотрите, фарм-препараты, да, какие-то, то есть, ну, медикаменты, я не знаю, таблетки, даже банально, я не знаю, какие-нибудь БАДы, витамины, Google просто не принимает, в принципе, это запрещено, вот, правилами. Поэтому огромная индустрия, вот, фарм, да, индустрия, она физически не может размещаться на Google, поэтому им приходится довольствоваться, так сказать, другими ССП. Ну, вот, собираются даже отдельные сетки под фарм-компании, которые, в общем-то, ну, особенно, ну, не знаю, гиганты, у них достаточно большие рекламные бюджеты, ну, вот. И программатика как раз одна из, наверное, ну, на мой взгляд, лучшая среда, где они могли бы размещаться. Может быть, кроме, там, хотя даже и телек. С телеком невозможно собрать такую хорошую обратную связь, как и диджиталу, а программатики, они могут нацеливаться вот именно на тех, не просто на свой ЦА, а на тех, у кого сейчас проблемы со здоровьем именно в этой области. Ну, да, вот, ну, сейчас... Сейчас, собственно говоря... Что-то меня, меня тут избили немножко коллеги, да. В общем, программатик для всех, спасибо. Давайте тогда перейдем дальше к следующему слайду. Вот, наверное, знаете, как будет удобнее делать? Я буду рассказывать слайд, потом уже зачитывать вопросы и отвечать на них, там, после, по основной мысли. Ну, раз уж, да, мы пока между двумя слайдами, программатик собирает все эти ресурсы, верно. Ну, да, верно, конечно, все ресурсы абсолютно. То есть все, что вы здесь видите, это все вот в инфраструктуру программатик входит. Где-то и даже более того. Здесь представлено еще далеко не все, я бы так сказала. Собственно говоря, аналогично про видеоисточники инвентаря. Да, спасибо, да, большое. Мне говорят, что я рассказываю практично. Про видеоисточники инвентаря. Это тоже у нас на Россию. И смотрите, вот здесь уже лидирует не Google, между прочим, а between digital. При этом у них очень много трафика, скажем так, просто веб, да, а трафика в приложениях мобильных, именно in-app трафика, пока что довольно мало. Здесь Google. Но я вам скажу, что, по крайней мере, среди наших клиентов пока in-app трафик, да, то есть трафик в мобильных приложениях не пользуется такой популярностью. Вот только-только начинает условно раскручиваться в этом плане. Клиенты наши перестают его бояться, что ли. Вот. Там есть свои плюсы и минусы, поэтому вот пока осторожничают. Но потенциал мы видим в этом большой, и как раз тоже сейчас развиваем это направление, то есть подключаем поставщиков, которые нам могли бы хороший, качественный именно трафик давать с in-app. Буквально вот в июне тоже прошли вот ападил, да, пока вот он здесь, с одной стороны, входит в топ, да, но пока вот на последнем месте по доступным показам, но он фактически полностью in-app трафик. Это у нас. Подключили как раз специально для таких компаний. Зато, ну, если еще немножко продолжить мысль по поводу in-app, да, и веба, в in-app очень хорошо считать, например, всякие там установки, конверсии, то есть все вот такую же именно перформанс-историю, да, которая клиентам, как правило, интересна. Вот, и там можно, скажем так, ну, я не знаю, если мы говорим о каких-то играх, какими-то там приколюхами в игре можно, ну, как бы пользователя, да, замотивировать, скажем так, просмотреть рекламу или там что-то еще такое сделать. Вот, ну, то есть контакт с рекламой у пользователя будет дольше. Вполне вероятно, что он в итоге все-таки заинтересуется там товаром или услугой, перейдет или установит там приложение, в свою очередь, какое-то другое клиентское. И в целом, я говорю, перспектива в этом есть. Евгения, да, почему, почему, что, не могли бы вы чуть подробнее написать? Ну, пока, да, пока Евгения пишет. Да, собственно, почему в АП лучше смотрится? Не понимаю, все равно, простите меня, пожалуйста. Приложение в Инап, в смысле, вы имеете в виду? Почему лучше смотрится, там, не знаю, в видео или что, в Инап-трафике? Так, да, Евгения, ага, да, смотрите. Дело в том, что, ну, скажем так, в обычном вебе видео человек может закрыть, пропустить. Ну, существуют, конечно, настройки соответствующие, например, в Ютьюбе, да, или где-нибудь. А уж в Рутюбе-то тем более, там вообще все видео не пропускаемы. В Ютьюбе бывают и такие, и такие. Но если говорить о других хихто-площадках, да, то, ну, зачастую все-таки издатели, да, паблишеры достаточно лояльны к пользователю и не заставляют всегда просматривать рекламу до конца, особенно если мы говорим, там, о видеорекламе. Всегда можно закрыть, уйти, пропустить, не знаю, что-то такое сделать. Вот, а если мы говорим про мотивированный просмотр видео, то это значит, что пользователь поощряется неким образом. То есть не просто заставляют, а он именно поощряется за просмотр этого видео. Поэтому там, в общем-то, стопроцентная видимость, да, от этих креативов и, ну, практически стопроцентный досмотр. Да, все верно, через поощрение. То есть ты играешь в игру, если ты хочешь получить какие-то дополнительные, там, 100 баллов, ну, здесь, наверное, Андрей лучше меня рассказал бы об этом, я тот еще игрок, вот. Но, да, дополнительные 100 баллов хочешь получить, изволь посмотреть это видео. Ну, я сама, конечно, тоже там пару раз развлекалась в какие-то развлекательные игры. Ну, и действительно, вроде бы кажется, что формат может быть раздражающий, но по факту там через какое-то время ты к этому привыкаешь, а еще через какое-то время уже начинаешь вдумчиво рассматривать рекламу. Ну, да, можно, конечно, не знаю, бросить там мобильный телефон, планшет или что-то такое и уйти там курить на балкон, а потом вернуться. Ну, это, наверное, тем же может и пострадать в каком-то смысле телевидение. Но, с другой стороны, от телевизора проще уйти куда-то или там переключить канал, чем вот в данном случае. Но совершенного, конечно, способа пока еще не придумал никто, разве что мы в целом привяжем пользователя к стулу и просто будем ему это все транслировать вот таким вот образом. Но пока, к сожалению, у нас демократия, свобода слова и свобода совести. Мы до этого еще не дошли. Так, ну, собственно говоря, по структуре инвентаря, видеоинвентаря тоже, я думаю, что все понятно. Здесь еще у нас прибавляется, видите, Smart TV. Smart TV такая штука, которая с точки зрения, скажем так, рекламного канала, да, программатик, по крайней мере, она появилась не так давно, ну, и, скажем так, встала на устойчивые ноги не так давно. Вот. Но, тем не менее, у нас тоже прошли уже боевые какие-то там запуски по этому поводу. И, вы знаете, на удивление, очень неплохая конверсионность была по рекламным кампаниям. То есть там нет кликов, фактически их нет, ну, потому что с пульта особо там не накликаешь. Здесь только выйти в интернет через телевизор. Вот. Но в самих приложениях, в Smart TV кликов нет. Но у нас была рекламная кампания, где нужно было ввести промо-код. И сконвертировалось, скажем так, использование этих промо-кодов было выше, чем во многих других компаниях. Хотя вот программатик, он в целом не самый конверсионный канал, это не контекст. Вот. И мы прям были сами, скажем так, приятно удивлены этим результатом. Так. Ну, это что касается у нас видео, да, инвентаря. И, значит, следующий слайд. Нативный инвентарь. Нативный инвентарь не так тоже давно, наверное, вот с прошлого года мы начали активно подключать на нативный SSP. Почему так происходило? Дело в том, что для того, чтобы состоялся аукцион вообще в целом между DSP и SSP, да, то есть с обеих сторон должны быть разработаны, ну, определенные технические инструменты, которые позволяют этот самый аукцион осуществить, да. Вот. И многие нативные сети, к сожалению, вот просто, ну, у них не было достаточно, там, не знаю, там, разработок, да, то есть они не могли. И сотрудничать именно по системе аукциона. Как только они начали это делать, мы начали их подключать. Немножко прервусь вопросом. Как вы поняли, что именно со Smart TV пришли люди, да, в рекламную кампанию? Смотрите, собственно говоря, эту историю мы у себя видим в бедреквесте, то есть в том запросе, который нам присылает SSP. Что нам передают? Нам передают тип устройства. Это может быть телефон, это может быть планшет, это может быть даже гейм-консоль, это может быть, там, десктоп, это может быть смарт-ТВ в том числе. То есть мы различаем их именно по типу устройства. Например, планшеты от смартфонов мы тоже отличаем. Так, и, значит, нативный инвентарь в инап, да. Так, не очень понятен нативный формат. Собственно, здесь разницы нет никакой. Смотрите, нативный инвентарь, он может быть где угодно. Точно так же, как там нативные блоки рекламы у вас располагаются на страницах сайта, да. Они, опять же, заверстаны под контент, в общем, притворяются изо всех сил дизайном. И точно так же в приложении в мобильном, ну, например, в СМИ, да. То есть я работала сама в СМИ некоторое время назад. У нас было мобильное приложение, которое тоже там с новостями, и там совершенно спокойно размещались нативные блоки. Почему нет? Ну, вот, поэтому нативность, скажем, инвентаря – это признак тоже, который может быть и в мобилке, в десктопе, в вебе и в инапе. Да, то здесь не нужно, скажем так, путать. Вот, не все SSP предоставляют там, опять же, инап трафик такого рода, но, в принципе, тоже достаточно уже много. Как я говорила о том, что как только SSP, ну, точнее, как только сеть нативная, да, разрабатывает функционалы, то есть становится SSP, да, умеет отдавать свой трафик по протоколу для аукциона, вот, у нас нет никаких проблем с технической интеграцией, с получением этого инвентаря, с развлечением рекламы. Тоже проведены уже у нас там энное количество нативных кампаний, в целом результаты довольно хорошие, там, может быть, не такая высокая кликабельность, но хороший постклик. Ну, вот, по крайней мере, про это мы сказать совершенно точно можем. Так, ну, давайте приходить дальше, если нет вопросов или есть. Давайте жду пять секунд. Евгений, я по вам уже скучаю. Ну, хорошо, ладно, дальше. Так, креативные стратегии. И здесь я снова передаю слово коллеге своему Андрею Иванову. Так что, прощаюсь с вами на пару секунд. И всем снова привет. Я работаю чуть по другому формату, вы можете прямо... Я буду с вами отвечать на ваши вопросы, стараться сразу, потому что мне просто так удобнее. Итак, что, в принципе, такое за вот этот вот блок креативной стратегии? Это какие-то стратегии, которые применяются в программатике, повязанные исключительно на креативах. То есть, без правильно подобранных сформированных креативов эти стратегии будут бесполезны. Но, соответственно, там, можно применять и аудиторные сегменты, и все остальное, но вся мякотка, то, что называется, это именно креативы. Итак, самый первый пункт – это динамический ретаргетинг. То, о чем я сказал, рассказывал, когда говорил про динамические постинг-креативы. Вы показываете пользователю те баннеры с товарами и услугами, которые он недавно смотрел. Либо товары и услуги из той же категории, либо из какой-то смежной категории. И самое главное, что вы собираете информацию о пользователе, что он посмотрел, и на основе этого показываете ему что-то, что вы считаете нужным ему показать. Как правило, это нужно именно для того, чтобы вернуть пользователя на сайт либо после активного действия, либо для совершения активного действия. Ну, то есть, здесь так схематично показали два примера про сарафаны и свитшоты. Но это работает реально практически для любых вещей, где можно что-то выбрать. И, как правило, что-то купить. Следующий пункт – это так называемый бренд-лифт. Стратегия, технология, я не знаю, фокус бренд-лифта в том, что он определяет, как изменилась узнаваемость бренда в результате приведения рекламной компании. Так, вопрос. Есть ли лимит, сколько раз показывают динамический ретаргетинг, если человек все же не делает целевое действие? Это все настраивается абсолютно отдельно. Вы можете как продолжать его долбить, пока у вас деньги не кончатся, либо же вы можете показать его там разика 3 и отстать от него. Это называется частота. Она, в принципе, работает для всех креативов. То есть, вы можете без частоты крутить, и один и тот же пользователь будет просматривать вашу рекламу 50 раз. Ну, в среднем, что называется, средняя температура по больнице – это 3-5 раз в месяц. В случае с динамическим ретаргетингом, ну, можно повысить раза до 7, наверное. Но дальше просто будет уже идти отторжение, потому что сколько месяцев. Ну, в целом, в принципе, здесь все, поскольку все повязано на креативе и на информации о пользователе, о том, что он видел, эта информация передается через Куки. Куки в среднем живут месяц. Ну, соответственно, вот больше, чем 2 месяца на динамический ретаргетинг без какой-либо дополнительной подпитки чем-то, в принципе, смысла особого не имеет. Ну и да, опять же, насчет месяцев это скорее заказчик должен определять. Если вы сами заказчик, то вам уж определяет, сколько пользователей добивать с видшотами или там услугами какими-то, которые вы предоставляете. Так вот, вернемся к брендлифту. Определяет, как изменились так называемые бренд-метрики в результате проведения рекламной кампании. Как это все устроено? Формируется специальный креатив, в котором пользователю задается вопрос, например, знаете ли вы, что такое за бренд «Ромашка»? И две гигантские кнопки «Да» или «Нет». Или там показывается какой-то часть логотипа или просто логотип без названия и спрашиваете, «Вы знаете этот бренд?» И, соответственно, пользователь может нажать «Да», может нажать «Нет». Может и ничего не нажать, но предположим, он что-то нажал. Собирается там, размещается это все там неделю или две. Собирается вот эта вот информация о том, сколько пользователей нажало «Да», сколько пользователей нажало «Нет». После этого все это сохраняется где-нибудь, там, в файлике, в базе данных, в голове, в блокноте. Не суть важна. Главное, чтобы эти метрики у вас остались. Дальше вы проводите какую-то рекламную кампанию, которая, как вы считаете, повысит узнаваемость бренда. Там, не знаю, запускаете видеоролики, запускаете там баннеры, делаете нативные размещения, там, все это смешиваете еще с динамическим редакцием, да, прям, перформанс рай, что называется. А потом, после завершения всего этого, вы снова показываете, да, вы снова показываете вот этот креатив с опросом. И снова пользователь видит там кусочек этого там бренда, логотипы или там, может быть, там, хоть кадр из видеоролика или там просто название. И вы спрашиваете, знаете ли вы это, да или нет. И они точно так же отвечают. После этого сравниваются результаты по опросу до рекламной кампании и по опросу после рекламной кампании. Ну, в принципе, это опять же... Вопрос. А, вопрос, да. Как часто повторять повторный опрос через месяц? Ну, желательно сразу после завершения рекламной кампании. Да, но на самом деле проблема бренд-лифта в том, что очень дорогой. Он действительно, он всем нравится, но он достаточно дорогой, потому что это все достаточно сложно сформировать такие креативы с опросами. Так вот, обычно все это идет подряд. То есть, предварительный опрос там за неделю максимум до непосредственно размещения кампании. Потом само размещение кампании, сколько вы там считаете нужным ее размещать. И после этого размещения кампании вы проводите повторный опрос через, ну, тоже максимум неделю. Нет, Евгения, это не наша. У нас есть в нашей организации человек по имени Женя, но это парень. И он точно не смотрит наш ребинар. Так вот, фокус с бренд-лифтом в том, что вы в процессе вот этой рекламной кампании, где вы бомбите всем, чем только можно, вы собираете аудиторию из тех людей, которые видели эту рекламную кампанию. Вот, после чего вы запускаете отдельно кампанию на тех, кто видел, и отдельно кампанию на тех, кто не видел изначальное размещение. И собираете эти ответы, агрегируете их, обрабатываете, сравниваете с теми, которые были до проведения рекламной кампании. Соответственно, потом вы там видите, ага, там в опросе поучаствовало, не знаю, в первоначальном там 400 человек, из них 100 ответили, что они знают этот бренд, 300 ответили, что не знают. А после вашей рекламной кампании, там, прошли опрос 600 человек, из них 400 ответили, что они знают эту кампанию, а там, этот бренд, а 200 всего ответили, что не знают. То есть с 25% узнаваемость бренда повысилась до 66%, что очень круто, собственно, это можно продавать клиентам, говорить, что смотрите, как все классно отработало. Но, опять же, это все достаточно дорого, потому что вместо одной компании вы проводите технически три, и при этом само по себе формирование креатива с опросом, оно, как правило, дороже, чем простое формирование креатива. Следующая стратегия, ну, это мы выделили это как стратегию, по факту это скорее способ проверки креатива, так называемый АП-тест. Почему три компании в брендлифте? Ну как, первая с опросом до, вторая непосредственно основная компания и третья с опросом после. То есть три размещения. Понятно? Я надеюсь, что да. Ладно, потому что все немножко подтормаживает видео само по себе, мое, то, что я говорю, и поэтому там приходится немножко ждать. Так вот, АП-тест – это способ проверки креативов. Используется не как отдельная прям стратегия размещения, но как способ улучшить уже какое-то идущее размещение. Что для этого нужно? Выделяется какой-то тестовый бюджет, там, 10% от общего бюджета компании, там, 20%, ну, все зависит, опять же, от пожеланий клиента, от того, как вы считаете, сколько нужно на это выделить и так далее. Запускается две группы креативов, которые различаются чем-то одним, например. Ну, да, не только две, это могут быть 3, 5, 10 миллион групп креативов. Главное, что каждый тип креатива чем-то одним отличается от всех остальных. То есть там на одном креативе изображен котик, на другом собачка. Вы хотите проверить, что пользователи любят больше, котиков или собачек, на что они лучше кликнут? Ну, пожалуйста. Или, например, на всех креативах изображены котики, но в одном написано там, покупайте наших котят, а на другом там, усынови котенка. И на основе этого текста вы делаете вывод, что там пользователи больше интересуются в усыновлении котят, чем в их покупке. Ну, например, проводите, вот распределяете все эти креативы равномерно на тестовый бюджет какой-то, запускаете это все, а в конце тестового бюджета, в конце тестовой вот этой кампании сравниваете результаты, на какие креативы там лучше кликались, какие креативы там, если это видео дольше досматривались, там сколько пользователей было охвачено там и тут и так далее. Так, вопрос. Тест в рамках кампании или до начала основной кампании? Ну, технически, технически это будет до начала основной кампании. Но поскольку наш клиент вряд ли вам скажет, я хочу открутить кампанию там на 500 тысяч рублей, и сверх этого я готов еще 100 тысяч рублей заплатить вам просто так, чтобы вы проверили, какие креативы откручиваются лучше, то, как правило, АБ-тест применяется в рамках основной кампании просто на какой-то выделенный отдельный небольшой кусочек бюджета. Там, один, два, три дня может быть там. Может быть, если кампания очень длинная, то неделю. Это все откручивается, потом сравниваются результаты. Клиенту вы говорите о том, что лучше отработал креатив с котиками, где написано там, усыновляйте котя. И клиент говорит, круто, буду его использовать везде. И вы также в своей рекламной кампании в дальнейшем используете только этот вариант креатива. Дальше. На самом деле, вот эта вот очень крутая тема, она моя любимая. Я ее пытаюсь везде пропихнуть, но иногда она даже действительно пропихивается и получается очень круто. Вопрос. Клики или просмотры баннеров учитываются при выборе? Ну, да. Ну, а как иначе? А на основе чего вы будете сравнивать? На основе того, что вам понравился креатив с котиками или еще что-то? Нет, просто чем больше кликов при одинаковом количестве показов, тем лучше кликабельность баннера, скорее всего, его стоит использовать. Там, чем, да, показы могут быть одинаковые. Могут быть и разные, тогда там все это высчитывается относительно. То есть, например, там баннер с собачками показался больше раз, но кликнули больше раз на баннер с котятами, и поэтому, в принципе, лучше использовать баннер с котятами. Это все такое комплексное, нужно смотреть на показы клики CTR, на постклик показатели, на различные там вещи типа видимости, если это видео, то на досмотры, на видимость по кварталям. Все в таком духе, вот это все возможные метрики, которые вы можете сравнить, в случае с АБ-тестом их нужно сравнивать, чтобы вычислить тот идеальный креатив, который стоит размещать в компании, чтобы компания прошла значительно лучше. Вот такой принцип в тесте. Но перейдем все-таки к многоуровневому ретаргетингу. В чем принцип? В программатических размещениях можно собирать аудиторию с показов креатива, например, или с тех, кто кликнул на креатив, или с тех, кто досмотрел видео, и так далее, и так далее. Вы допускаете какой-то первый уровень этого ретаргетинга, например, видеород. Соответственно, с него вы собираете там два, например, сегмента, или три сегмента, или там сколько вы считаете нужным сегментов. В нашем примере вот три. Те, кто видели видео, в принципе, потом вы можете там, те, кто досмотрели видео, например, до конца, те, кто там не досмотрели видео до конца, и те, кто там просмотрели видео полностью, например, не кликнули на него. Запросто. Собирайте три таких вот сегмента или больше сегмента, все зависит от вашей фантазии, пожеланий клиента, естественно. Потом тем людям, кто досмотрел видео до конца, вы показываете первый баннер или первое видео какое-то другое. Тем людям, которые не досмотрели видео до конца, вы показываете, например, тот же самый видеоролик или показываете какой-то другой видеоролик. Там третьим людям, вы показываете, тем, кто не кликнул, вы показываете третий видеоролик и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом можно сделать, я не знаю, даже целый рекламный квест из видеороликов, где пользователи будут просматривать короткие 15-секундные ролики и в зависимости от того, что они с ними сделали, досмотрели, не досмотрели, закрыли или, может быть, нажали на него и пришли на сайт, им будет показываться следующий этап этих роликов. И каждый пользователь для себя, например, узнает какую-то уникальную историю просто на основе тех действий, которые он совершал с этим видео и так далее. Я в свое время проводил подобный многоуровневый ретаргетинг. У нас было 7 уровней креативов. Это была баннерка. Мы собирали пользователей, которые видели основной креатив. Если они на него не кликнули, то им продолжал показываться этот креатив некоторое время. Если они на него кликнули, то мы показывали им второй креатив и так далее, и так далее. И по итогу там конверсионность была значительно выше, чем по простым размещениям каким-то. Притом конверсионность, это, чтобы вы понимали, это заявки на автокредит. То есть такая дорогущая вещь, которую, в принципе, пользователь не просто так зайдет, о, автокредит, пойду-ка я закажусь, я подам заявку на автокредит. Нет, они об этом обычно думают. И мы вот за счет этого многоуровневого ретаргетинга сделали, просто повысили относительно всех прочих каналов конверсионность почти в три раза. И это очень крутая вещь. Так, если у вас вопросы по конверсиону, по многоуровневому ретаргетингу, заговариваюсь уже немножко. Так, ну и в принципе, если вопросов нет, если вопросов нет, то я снова передаю слово Киселевой Делье. Она вам расскажет про такую вещь, что такое CMP, АК Creative Management Platform, с чем ее едят и чем она хороша. Да, коллеги, подхватываю Андрея опять. Расскажу про, собственно говоря, CMP. Что такое CMP, Creative Management Platform. Вот мы видели подобную же картинку, да, там на сайте был самый там наш первый слайд, не считая титульного, и где Андрей как раз рассказывал про инфраструктуру в целом, да. Что вот есть там представители закупочной страны, это DSP, да, там поставщики инвентаря, поставщики данных. Вот, и, собственно говоря, сейчас можно сказать там в тренд, да, такая линия тренда идет. Вот, что появляется в нашей инфраструктуре, еще один такой игрок, он уже занимает достаточно значимое место, это Creative Management Platform. То есть все поняли, что да, для удачного размещения нужно что? Нужно, собственно, качественный инвентарь, нужны качественные данные, нужна платформа, которая алгоритмически все это будет себе там объединять и закупать, да, с помощью там предиктивных тех же технологий там и так далее. Вот. И, собственно говоря, все почему-то в программатике зачастую забывали о креативах, о том, что с ними можно всякого разного делать. То есть все думали всегда, то есть представление о программатике было как о чем-то, ну, очень стандартизованным, что ли, да, то есть для универсальности сделанным. То есть чтобы, ну, не знаю, клиент условно или там рекламное агентство не заключало договоры с там сотнями площадок, а пришло в одну платформу и автоматизировано вроде как разместилось там везде. Ну вот, еще и с наложением данных. При этом работы с креативами не было никакой, да, я уже не говорю про какие-то там сложные вещи, даже там не речь-медиа, а просто там интерактивные креативы, например. Ну, то, о чем рассказывал Шассандрей, про, например, АБ-тесты, да, креативы, ну, то есть это не затратно, то есть не стоит, ну, там, практически, да, затраты очень невелики, но при этом это очень действенная штука. Вот. И, естественно, возникли люди, которые сказали себе, что нужно идти дальше, да, нужно идти дальше. Вот. И что-то все-таки как-то вот в программатике работы с креативами, потому что данные очень хорошо еще и накладываются на сам креатив. То есть мы не просто показываем анимированную ли, там, не знаю, интерактивную ли картинку, ну, там, не знаю, баннер там или видео, да, пользователю. Мы можем динамически формировать креатив под пользователя, причем не только после ретаргетинга. То есть мы, одно дело, когда человек, там, зашел на сайт, увидел какой-то товар, и мы его дальше догнали этими товарами во всем интернете. Вот. Нет. Таких условий может быть там совершенно великое количество от, там, погоды за окном и курсов валют, креатив может динамически формироваться, до каких-то там тоже еще там других триггерных историй, например, в зависимости от контекста сайта. То есть от того, на какой странице находится пользователь, какой контент он сейчас читает, да, креатив анализирует контекст страницы, и вот в этот момент, да, ну, уже, естественно, проанализировав его еще вот там в эти миллисекунды, когда происходит аукцион условно, вот, собирается под того пользователя и тот контент, тот контекст страницы, который пользователь сейчас изучает. Вот. Очень удобно таким образом работать с интересами пользователей в режиме реального времени, да, потому что куки все-таки, даже куки не дают, на самом деле, такой информации, потому что сегменты пользователей, да, которые вот через DMP нарезаны определенным образом, я прошу прощения. Ну вот, значит, сегменты DMP, которые нарезаны, да, на основе тук, например, они, ну, скажем так, они, это данные все-таки с некоторым опозданием, да, то есть, например, я вчера ходила, я вчера ходила, ну, не знаю, каким-то сайтом с, ну, там, микроволновками условно, вот, и при этом уже, там, купила, заказала, вот, и при этом в DMP я попадаю в тот сегмент людей, которые в целом, там, в течение последнего месяца, ну, там, кукла около 30 дней живет, а на самом деле даже еще и меньше, вот, которые все еще интересуются микроволновками. И если бы через программатик на меня старгетировались, то я была бы уже левца, потому что микроволновка мною куплена уже, вот, в то же время, если я прямо сейчас сижу на сайте и читаю о том, какую лучше микроволновку выбрать, и именно сейчас мне показывает динамический баннер еще, который собрался не только на основании того, что я читаю про микроволновку, а еще и условно под мои какие-то другие интересы, там, под пол, под, там, не знаю, род занятий, что-нибудь еще, вот, это будет прямо, наверное, попадание. То есть, по сути, это такая очень контекстная история в традиционном понимании, да, но при этом объединяющая в себе все плюсы, а, программатик, и, б, медийной рекламы, то есть, вот, это вот, там, эффекта, ну, вовлеченности, что ли, брендингового эффекта, тоже, о котором вначале Андрей упоминал. Также через Creative Management Platform, что еще можно делать? Например, в программатике очень важно делать много ресайзов, потому что очень-очень много баннерных разных мест, то есть, нам присылаются, ну, я не знаю, там, Андрей, поправь меня, ну, больше сотни размеров креативов, наверное, обычных только баннеров у нас есть. Больше сотни точно просто никто даже не считал, но их очень много. Естественно, чем больше будет ресайзов, тем больше шанс поймать вот того пользователя, ту аудиторию, да, на сайте, которая именно сейчас вот нужна и по хорошей цене. Вот. Ну, делать вручную ресайзи долго-дорого, да, там, дизайнер пока, то все, вот. Эти платформы позволяют сейчас, собственно, сделать один мастер-баннер, вот, а из него уже, там, не знаю, на ресайзить энное количество размеров, и, что самое главное, собственно, потом любые изменения в эти ресайзи единомоментно вносить. Будь то это, там, изменение текста, или как замена какого-то элемента, или перекраска их в другой цвет, или что угодно. К слову сказать, сейчас это доступно не только с, там, баннерной рекламой, да, но еще и с видеорекламой. То есть, если нет как раз средств довольно большого количества, средств на производство видеороликов полноценных, да, вы как показываете, там, на телеке, или, там, не знаю, кино, большие красивые ролики, то, в любом случае, если есть хоть какой-то контент, там, не знаю, если есть интернет-магазин, если есть хоть какое-то количество фотографий, есть логотип, и есть слоган, скидка, там, акция, не знаю, есть что написать, и даже из этого всего можно собрать по шаблонам видеоролик, и это сейчас стоит не очень дорого, и тоже с помощью, вот, сейчас появляются такие платформы, тоже не так давно мы, собственно, начали переговоры с одной из таких платформ, очень, не знаю, удачные и талантливые ребята, вот, и, что самое главное, что производство стоит, ну, не знаю, на уровне баннеров, наверное, если не дешевле, если, там, по публичным шаблонам собирать эти видео, вот, что еще, да, можно подключать в баннеры сторонние сервисы, как я уже сказала, например, погодные какие-то истории. В вашем городе погода сегодня, там, плюс 25, вот, и, опять же, на основании этих данных, то есть, есть сторонний сервис погодный, я не знаю, возрком какой-нибудь, вот, с него можно тянуть эти данные, и креатив будет меняться в зависимости от этих данных. Не знаю, предлагать, там, чай со льдом или горячий чай, или еще что-нибудь, причем именно в этот момент, именно в вашем городе. Ну, то есть, это все, все такие триггерные истории. Вот, поэтому сейчас наша программатика-инфраструктура, да, она обогатилась еще одним игроком, и я так вижу, опять же, дальше, что это только на пользу пойдет всей инфраструктуре. Так, дальше у нас, да, ну, и, собственно, переходим, наверное, к усложнению вообще всей этой истории, то есть, поговорили про платформы, которые, там, собирают по определенным правилам креативы в режиме реального времени. Кроме всего прочего, собственно говоря, они позволяют, скажем так, ну, здесь уже не без, конечно, помощи, там, программистов-дизайнеров, собирать нестандартные, какие-то нестандартные креативы, вот, это, ну, вы, наверное, тоже наблюдали эту историю на каких-то там сайтах, это различные разъезжающиеся, съезжающиеся баннеры, это что-то из них может вылетать, это может весь сайт, там, ну, условно, да, там, порушиться как-нибудь, на его месте появляется видео, откуда выезжает, не знаю, там, Land Cruiser, к примеру, ну, вот, и едет прямо на вас. Это может быть, это, причем это может быть как в баннере, это может быть так и в рамках видеоплеера, вот. Я помню, по-моему, рекламу Макдональдса точно такую я видела на Ручьюбе, где вот из видеоплеера, что-то там вот вся, вся страница в результате там перекрашивалась, и как что-то в ней там происходило такое, ну, вот, то есть элементы, они выходят за пределы видеоплеера, и пользователь тут вроде бы вот на вау-эффекте, наверное, должен сразу приезжать в Макдональдс, и есть самый большой Big Mac, вот. Вот, и вот сейчас Андрей выслал, кстати говоря, примеры этих креативов, мне же не очень удобно их открывать просто через платформу. Можно полюбопытствовать, что имеется в виду. И в чем была самая, там, главная сложность, скажем так, так, я вот не помню, у нас есть, нет, у нас, наверное, да, просто хотели сделать слайд про стоп-факторы, я вот про них устно сейчас скажу. В чем была самая большая проблема проникновения рич-медиа креативов в программатик? То есть рич-медиа, ну, в общем-то, не новость, да, размещается давно, успешно, и все довольны, кроме, наверное, там были этой истории, кроме ее цены. Но это всегда была такая очень история персонализированная, кастомная, что ли. То есть персонализированная не столько под пользователя, а сколько под каждый конкретный сайт. Ну вот, потому что верстка у всех разная, все площадки там одна пошире, другая поуже, и пока вот все эти большие классные креативы там богатые подгонишь, ну, как бы это процесс большой, длинный. Здесь тоже с помощью вот этих креатив-менеджмент-платформ, которые в себе могут объединять вот эти функции адаптации подобного рода креативов под площадки, таким вот эти платформы, они позволили рич-медиа форматам выйти в программатик. Вот. И что еще для этого нужно? Ну, нужен еще инвентарь, то есть нужны сайты, которые будут готовы принимать такие креативы. То есть для того, чтобы это было возможно, все равно это нужно, скажем так, протестировать, да, поэтому пока вся эта рич-медиа история, она, конечно, будет работать на выбранном пуле площадок. То есть это будет, скорее всего, не открытый аукцион, а так называемый закрытый аукцион. Еще один подвид программатик, то есть где, когда в аукционе участвуют там не все вообще угодно какие площадки, а определенный набор паблишеров, там, или SSP, которые, ну, точно готовы с таким форматом работать. Либо вообще частные сделки, да, то есть частная сделка – это такая очень практически прямая договоренность, да, между там клиентом и одной или двумя или несколькими площадками. Значит, вопрос, в чем проблема, что сайт не покажет динамический креатив. Как раз с динамическим креативом проблемы нет, но если из этого динамического креатива условно, ну, давайте возьмем видео, которое тоже может быть динамическим, но если в нем еще есть какой-нибудь слой, который выходит за пределы плеера, сайт может его не показать, потому что, ну, я не знаю, там, Z-индекс у этого слоя ниже, чем у сайта, и тогда это все уйдет под контент. Или наоборот, ну, я не знаю, это может, причем порезаться таким некрасивым образом, что под какие-то блоки будут сверху, там рекламы какие-то снизу, и вот этот эффект, который была рассчитана, эта реклама, это вау-эффект, контакт, вот эта длительность контакта. Ну, там уже будет все это не то, конечно же. Вот, с динамическими креативами просто, проблем, слава богу, нет, поэтому они совершенно сейчас спокойно, ну, в дисплейные-то размещаются достаточно давно, и вот сейчас как раз начали интегрировать эту динамику, скажем так, в видеокреативы. Ну, по сути, это выглядит просто, то есть идет на фоном, да, какое-то такое основное видео, да, там сбоку или снизу идет, например, лента с товарами, или там лента с предложением. Вот, и я не знаю, есть ли среди этих примеров, есть ли среди этих примеров Леруа Мерлен, я видела рекламу, да, есть, да, ну, вот, собственно говоря, можно его посмотреть. Вот это что-то похожее на то, что называется динамическое видео сейчас. Вот. Так, ну, и еще, наверное, да, про, не, ну, про стоп-факторы. Ну, кроме, получается, что, просто факторы, кроме дороговизны, да, самой, кроме кастомизации, ну, вот, то есть нужны еще, скажем так, площадки, которые готовы сейчас это, там, протестировать и разрешить у себя, потому что эта реклама, она еще, ну, скажем так, она достаточно агрессивна. Она должна быть дорогой, ну, она достаточно агрессивна, и не все площадки готовы, там, даже ради этого, там, терять лояльность, там, своих читателей. Ну, то есть тут должен быть такой некий компромисс между ценой, за которую площадки готовы это сделать, да, и агрессивностью самого формата, вот, с учетом, опять же, там, всяких блокировщиков рекламы и так далее, да. То есть, что меня радует за последние в целом лет, наверное, 10 в диджитале, я вижу, что реклама все-таки становится более, более скромной, что ли. То есть мы все-таки идем к каким-то стандартам, да, которые позволяют находить вот этот баланс между желанием клиента с помощью рекламы запомниться раз и навсегда, и, там, призвать и заставить пользователя купить, и интересными пользователями, которые, ну, уже либо перестали реагировать на рекламу, либо, там, вот-вот перестанут это делать. Так, а что еще хотелось бы сказать? Здесь, наверное, вот перейду как к такого рода метрикам, что ли. У нас также в третьих менеджмент платформ существует такая штука, как динамическая оптимизация креатива. Что это такое, да? Да, наверное, этот слайд следовало бы нам немножко раньше поместить, да, сразу после Creative Management Platform, но, да, ничего страшного. Продолжим. Это тоже очень такая классная, интересная штука. В целом, по идее, там, оптимизацию креативов мы можем, то есть оптимизацию результатов, да, этих креативов мы можем делать как на уровне платформы, но так и на уровне самого креатива. Ну, каким образом это работает сейчас? Предположим, у нас залито, там, для АБ-теста, для, или просто вообще залито десяток креативов. Мы смотрим, какой лучше работает по CTR, там, по конверсиям, по постклику, там, оставляем хорошие, плохие, там, удовлетворяющие результаты отключаем. Ну, это такой вопрос тоже, ручной автоматизации. В целом, мы можем даже платформу научить это делать, но по-хорошему это будут, опять же, либо включения, либо выключения определенных креативов, скажем так. Вот. А Creative Management Platform позволяет как раз делать то самое DCO, то есть динамическую оптимизацию креативов. Платформа сама вычисляет, какое сочетание элементов, то есть содержимого креатива, является либо наиболее кликабельным, либо наиболее конверсионным. То есть предположим, что работает креатив, вот, не знаю, именно с фотографией этой, там, рыжей девушки, так, чтобы, там, плашка, на которой написана скидка была именно зеленого цвета, вот, ну, и так далее, да. То есть, там, или, там, какой-то call to action, да, то есть, там, не звоните или пишите прямо сейчас, там, а, приходите, там, вам бонусы 50 рублей, ну, что-нибудь такое. Вот. То есть, и платформа формирует вот из этих вот элементов тот креатив, который будет наиболее кликабельным, и это происходит постоянно. То есть, она постоянно, эта вот платформа ищет те варианты, которые дадут наилучший результат. Собственно говоря, вот звучит это довольно просто, с одной стороны, но, по факту, для того, чтобы, вот, обучить систему это делать, ну, нужно было постараться. И уж тем более, что касается конверсионности, да, то есть, тут нужно просчитать не только вероятность клика, нужно просчитать еще вероятность конверсии. Вот. И машинные алгоритмы, которые все это оценивают, и оценивают они, ну, как бы и реальные данные, и вероятности, то есть, работа с вероятностью, опять же, построения моделей и так далее. Вот. И формирование под это креатива реал-тайм, на самом деле, тоже очень крутая штука, тоже сейчас, собственно говоря, в тренде. Не могу сказать, что массовое распространение, она пока имеет программатики, но, на мой взгляд, опять же, кетело такого буквально недалекого будущего. Вот, вот, вот. Честно говоря, вот до конца года я прям готова, не знаю, что-нибудь поставить на то, что мы этим будем уже, там, в боевых компаниях явно пользоваться. Так. Андрей, что ты делаешь с нашей презентацией? Собственно говоря, коллеги, спасибо вам большое. Давайте, наверное, дадим еще минутку на какие-то вопросы, если что-то осталось, да? А пока я вам расскажу про наш YouTube-канал. Вот. У нас существует YouTube-канал, не так давно мы стартовали с видеороликами там. Записываем как обучающие видеоролики, так и вот выкладываем записи наших вебинаров, вот, которые мы проводим для наших, там, клиентов, для наших партнеров, или, вот, для аудитории, там, для сторонних организаторов. Вот. В целом, заходите, там интересно. Там вы научитесь работать, в целом, с DSP-платформой на примере GetIntent. В целом, у нас очень дружелюбный интерфейс, но понимание, скажем так, о том, как работает DSP, как вот ручками потрогать ее, да, как самому вести рекламные кампании, ну, то есть научиться быть именно трейдером, да, программатик-трейдером, уже можно. Там начинается все с азор, будет постепенно усложняться эта история, вот, поэтому периодически заходите, не стесняйтесь, будем рады вас там видеть. Вот. Как сказал бы наш PR-менеджер, ставьте лайки и так далее, и подписывайтесь на наш канал. Всегда мечтала с порой за эту фразу. И сделать вот так. Вот. Спасибо вам большое. Да, есть ли вопросы? Вопрос. Так, прочитаю пока вслух, да, вопросы. Значит, спрашивает нас Игорь, как консультант по маркетингу. Есть ли снижение бюджета при сравнении с обычными размещениями? Вы имеете в виду через DSP и платформу, да, я так понимаю, с прямыми размещениями? Ну, конечно, на мой взгляд, есть. Вообще, программатика, программатики, трафик, ну, он как бы в целом дешевле, да. Во-первых, площадки предпочитают отдавать все-таки не первый показ, скажем так, да, а первый показ выставлять для прямых рекламодателей, и дальше уже раздавать это все, все эти в SSP. Вот, и поэтому он дешевле, он в водопаде, скажем так, да, вот в приоритетности у площадки стоит ниже, и он должен быть дешевле. Вот, но так как его много, много инвентаря, это позволяет нам, компании, оптимизировать так, как, мне кажется, ну, прямые, там, трафик-менеджеры на площадках, ну, не обладают просто полным инструментарием. То есть, я не знаю, например, я размещаюсь на нескольких сотнях площадок, ну, там, я размещаю компанию, да, клиента, и я вижу, какие сайты дают результат, какие сайты не дают результат, я могу их там отключить, например, выключить. Плюс у нас есть, там, три типа нашего предикта, наши, наши, вот эти машинные алгоритмы, то есть программы, с которой трудится, там, половина компании у нас, половина компании – это программисты. То есть наш отдел, который занимается над данными, который учит программу, условно, узнавать пользователей, учит узнать тех пользователей, которые совершат какое-либо действие. Ну, там, самое простое, наверное, это клик, да, и дальше уже, вот, там, поворонки, конверсии. С конверсиями сложнее всего, и должно быть много для того, чтобы программа обучилась, но, тем не менее, мы движемся в эту сторону, вот. Есть ли у вас какие-то данные по повышению эффективности рекламной кампании с применением такого инструмента? Опять же, если вы про программатик, у нас, да, наверное, мы можем поделиться данными, скажем так, по крайней мере, по сравнению с другими каналами, вот. Будут ли это просто диджитал другие каналы или нет, ну, надо смотреть, честно говоря, я вам предлагаю, вот, к нам на почту написать, повторить этот вопрос, и мы постараемся найти, по-моему, были у нас кейсы даже оформлены, вот, по сравнительным именам. Какой бюджет рекомендовали, так, для таргетированной на отдельный средний российский регион какой-нибудь массовой услуги, например, по медуслуги? Ну, вы знаете, как говорит наш отдел продаж, тестовый бюджет, это, наверное, 100-150 тысяч вообще на компании, но это без указания региона. Но в целом входной порог у нас, Андрей, напомни, 30 тысяч рублей, да, то есть, ну, на меньше просто нет смысла. Причем вы можете, там, работать как, там, по договору, так и закинуть просто деньги через, там, карточку. Ну, вот, зарегистрировались, ну, мы зарегистрируем вас в платформе, да, там, обратитесь, вот, и можете пощупать, посмотреть, как все это будет работать. Ну, вот. Так, и еще у нас вопросики. А, ну, вот, адрес, ну, тем более, или так-то. Все, спасибо, спасибо всем большое. Не забывайте про наш YouTube-канал. До свидания, наверное, да? Андрей, ты скажешь нам до свидания? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok